привет снубордисты давно не виделись наверное шерегеша да и выехал в поляну и где нахожусь угадайте с двух раз и это музей друзей конечно же лично для меня музей друзей интересное место потому что во первых здесь встречаются друзья а во вторых мои друзья его открыли поэтому это двойной так скажем смысл в этом слове друзья взял с собой несколько новиночек попробовать покататься и хочу конечно же вам об этом рассказать первое о чем хочу рассказать это о новых креплениях клю ну конечно вы уже видели неоднократно у нас на канале вообще встречали этот бренд интересный новый step in в этом году вышла новая версия и я хочу вам рассказать что же нового и чем отличаются старые от новых музей друзей вот они есть можно попробовать катнуться я привез с собой одни новые урвал так скажем и сейчас покажу чем они отличаются от старых до принципиально они ничем не отличаются то есть это все та же система степы надо когда вы тянете вот за эту красную ручку там внутри проходит тросики они внутреннюю систему отстегивают там такие крючочки которые отходят и вы просто вытаскиваете эту заднюю пятку отличие есть так скажем в каком-то удобствах использования и вот смотрите да вот это новый крепеж здесь вы откручиваете регулируйте длину стрепа с помощью только рук старом крепеже вам нужен ключ но смысле отвертка да то же самое с передним стрепом здесь видите какая была регулировочка фиксатор теперь это тоже такой болт который руками закручивается и изменилась немножко сам этот коннектор он стал такой щелью прорезью наверное стал полегче cap strap как видите тоже видо изменился здесь это какой-то текстильный текстильная оболочка и внутри у него скорее всего такая же пластиковая рама в новом видите никого текстиля нету и просто пластиковый мягкий капстреп в общем посмотрели вы отличие я вам все рассказал переходим дальше кстати доска из наших тестов которые раздолбали нос шерегеш и привез москву здесь ребят заклеили ну и взял ее покататься просто по трассам потому что на узенькой направленная легенькая можно карвить модель performance квад 160 я честно говоря взял другую доску для powder ну то есть я надеялся что будет какой-то powder но вчера тоже по снегу катнулся очень классно и мои 87 килограмм это 160 доска вполне классно вывозило то есть ты просто стоишь хвост коротеньким проваливается просто стоишь направляешь доску и кайфуешь едешь вниз просто между деревьев или по снегу в общем полный кайф еще одна новиночка который привез попробовать и это новые ботинки 32 если честно я их привез женьку моталыги привет кросс пол тв ну чтобы он снял про них видосик и он снимет я надеюсь это новая модель бандита и ее сделал крис кристенсен известный так скажем серф шейпер он же делает какие-то шейпы для досок джонс как вы наверняка знаете и вот он сделал ботинки коллаборацию 32 интересная модель катнулся пару деньков на ней не удержался женек извини они не пахнут на рама нормально у меня чистые были ножки в общем внутренник перформанс это как у тим ту например да а внешний ботинок очень мягкий то здесь вот кожа внешне то есть он прям реально очень мягкий и когда сочетание жесткости до ботинка общее то сочетание внутреннего и внешнего ботинка то есть получается что один из самых жестких внутренников сочетается с мягким внешним ботинком и отсюда получается общая жесткость ботинка не такая уж и высокая и в общем общая жесткость вот конкретно данного ботинка 5 из 10 то есть по шкале ну чуть ниже среднего ну точнее как средний до пятеркой она и так вот руками не ощущается что он мягенький но когда вы наденете и загрузите ботинок ногами до полностью своим весом то почувствуете что он конечно хорошо прожимается да эта штука офигенно для фристайла и кстати наш бро антоха самороков в таких новых ботинках уже джок вот здесь вот на фестивале на розе хутор в общем ботиночки скорее подходят для фристайла я катался по трассе в принципе нормально держала но я думаю что мои собственный тем ту excel ти конечно же намного жестче в общем про перформанс ботинок вам расскажет женек я просто еще чуть-чуть парочку технических моментов то есть например для сравнения тем ту excel ти с таким же внутренником перформанс жесткостью 9 из 10 обычный лэшит с внутренником team до который чуть чуть ниже этого по классу и по жесткости жесткостью 6 из 10 какой-нибудь там лэшит премиум spring break там тоже стоит вальных перформанс и уже жесткость за счет внутренника увеличивается до 7 из 10 таким образом вы понимаете да что общая жесткость ботинка за зависит от многих факторов не только от внешника внешнего и от внутреннего ботинка и следующая новиночка немножко поговорим об экологии это маска спектрум и эта маска самая экологичная маска на данный момент на всем рынке масочка называется остро это концепт роу максимально экологичная то есть что здесь экологичного 90 процентов материалов в этой маске сделано на основе биоресурсов то есть пластик не из нефти линза тоже не из карбоната поликарбоната как обычно делается линза сделано на основе целлюлозы и 75 процентов это биоразлагаемая целлюлоза пена да вот этот то что к лицу у вас парила прилегает сделано из переработанного полиэстера рама это пластик на био основе она не крашеная то есть такая просто белого прозрачного матового так скажем цвета специально без добавления краски стреп стреп сделан из натурального материала не скажу вам из какого а то нас закроют за пропаганду ну вы поняли меня и собственно из не экологичного здесь только магниты силиконовый стреп силиконовая полоса до нанесенной на стреп ну и собственно вплетение самого стрепа который сделан из этой самой вот травы резина до который тоже не является экологически чистый поэтому 10 процентов мы оставляем на другие материалы мешочек тоже из переработанного полиэстера естественно очень прикольная очень прикольный кейс кейс как ребята сказали когда презентовали мы нашли новый офигенный экологический материал ребята это войлок приезжайте в россию у нас вся деревня ходит замкат как заедете у нас все ходят в этом экологическом материале да и в москве тоже модно иногда в хорошую лютую зиму надеть шерстяные валенки в общем действительно клевый кейсом достаточно жесткий маски комплектуются двумя линзами одна линза это поларизованная коричневая линза с золотым напылением поларизация дает вам еще больше четкости еще больше отражает ненужных лучей и желтая линза на вот такую погоду как сейчас когда идет снег туман пасмурно вы скажете да нам пофигу да на вот это все эко истории ну кому-то пофигу кому-то не пофигу могу вам только сказать так что если вы вдруг заинтересуетесь и залезьте на youtube чикой посмотрите по ищете какие-то видео которые посвящены проблемам до глобального потепления и как меняется природа не только где-то за границей а в том числе и на российских территориях северных вот посмотрите я вам гарантирую в офигеть и не менее чем от некоторых фильмов юрия дудя ладно не буду больше вас грузите к темой на самом деле все вы прекрасно видите что сейчас уже встречный спрос пошел на экопродукцию раньше бренд предлагал какие-то тех на технологии да и говорил что смотрите мы делаем вещи из био каких-то технологий язык этих цик с экотехнологиями сейчас многие бренды наоборот остальные был наплевать сейчас наоборот уже спрос от покупателей больше на как раз на какие-то экологические вещи и он диктует соответственно моду то есть мода хорошая мода мне кажется почему моды на экопродукцию она лучше чем моды на избиение телок об стол да в общем поэтому закончу на этой ноте спрос на bio на эко возрастает так это была масочка и еще одна у меня есть новиночка сейчас я вам покажу и вот еще одна новиночка это доска от джентльмстик ну как новиночка я ее взял сюда чтобы так скажем на ней катнуться в планируемый powder day хотя когда я собирался ко второму числу я смотрел прогноз там были дожди непонятный мокрый снег а сейчас погода сменилась на более холодную но реально и вместо дождя идет снег ну как я уже говорил что в итоге я кайфанул вот на той доске на другой но вот это это просто powder day машина 164 длина доски талии у нее 28 и 728 и 7 ребята эту штуку потопить нельзя у нее длинный широченный нос естественно смещение назад и креплений и ширина носа значительно больше чем хвоста это про модель мэдса йонсона называется fly фиск вот илюха ты знаешь кто такой мэдс йонсон наверняка ты знаешь потому что ты старый нет ты не старый ты опытный сноубордист да и старый друг конечно ты знаешь чуваков которые в 90-х мочили мы смотрели их видео взахлеб все мэдс йонсон катался за бёртон ну потом конечно же он вырос стал старым уже опытным в общем и в какой-то момент расскажу историю вообще этой модели очень интересная история мне лично понравилось мэд йонсон поехал в японию ну так катнуть и встретил там таро тамаи они там что-то поговорили но естественно он был известный сноубордист это артама его естественно знал они покатались вместе в японии покатались покатались и договорились до того что мэтт йонсон сделает свою доску про модель которую сделает для него таро тамаи на фабрике джентом стика доска как вы видите направленной но при этом у нее есть какой-то хвост до чтобы хоть как-то выпрыгивать немножко исцелены название fly фиск это ну fly это полет фиск по-норвежски это рыба да то есть это как так скажем это связующее слово которое связывает норвегию япония тоже спрашиваю ребята как вообще как норвегия и япония норвежский сноубордист и японский бренд как они сошлись not встретился встретились два человека поговорили сделали доску fly фиск fly это в честь полета мэнси йонсона который фиганул в 2005 году с мировым рекордом фронтсайд 360 с пролетом 35 метров я вот честно говоря не знаю сейчас вообще многие сноубордисты могут 35 метров пролет сделать просто хотя бы по прямой скорее всего очень немногие человек сделал 3 60 фронтсайд то есть это был рекорд мира 2005 году наверняка сейчас кто-то сделал и больше но на тот момент это было вау смотрели в общем такая история доски я на ней еще не катался честно говоря мне жалко таша новая и в принципе мне хватило другой доски но возможно что завтра если учитывая что сегодня весь день идет снег то завтра будет супер powder day и я смогу на ней выехать куда-то там в powder она достаточно широкая но это это потому что вообще мэтт йонсон не маленький чувак и например вот макс балаковский сказал что да он там под два метра ростом естественно у него скорее всего размер ноги большой то есть доска рекомендуется как для людей с большим размером ноги но это не 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 обязательно да то есть у джентам стики на клаус клау лайнере иногда катается вот на этой пара кузе но вы поняли да что на самом деле бренд не чурается там широких досок и вполне позиционирует широкие доски как для людей с обычным размером ноги потому что в паудере это все не чувствуется конечно по трассе наверно будет тяжеловато но это доска не для трасс на самом деле макс балаковский опять же это он рекомендовал эту доску она к ним попала в тесты у нас тесты не только здесь в музее друзей но это например с новой или и на камчатке на хели когда вы едете вы там тоже некоторые доски можете потестить он ведь что вот на этих пушках никто не тонул никогда то есть они вывозят абсолютно из любого паудера макс он лично до знаком с мэдсом йонсоном он битон парень то крупный большой поэтому такая большая доска но чуваки вполне катаются на ней с обычного ноги при этом эта доска стала 1 серия альтернатив вот с таким вот называют это даймонд тейл он такой острый гранью да как у алмаза и эта доска была первая в этой линейке сейчас уже несколько досок не по моему 5 или 6 есть такая же 156 тоже широченная ну видимо для ребят помельче на самом деле я думаю с таким широким с такой широкой талии мне на мои килограммы 87 подошла бы и 156 легко на 164 гарантированно вывезет везде куда бы там в какой бы паудеры перри паудер не заехали вот такая история интересная как связь связались норвежские старые опытный сноубордист и японский фрирайд бренд доски есть у нас наличие магазине сквот вир фрирайд заходите к нам адрес адрес вы знаете адрес вы знаете адрес есть на сайте в общем всем хорошей картке приезжайте в поляну захотите потестировать что-то интересное приезжайте музей друзей стал гораздо побольше в общем здесь можно протестировать как и лыжи так и сноуборды цену цену вот вот цена вот столько это будет стоить в день чем дольше катайтесь тем дешевле в общем вполне можете все потестировать практически бесплатно нет ну конечно в принципе цена не маленькая но и согласитесь что оборудование здесь уникальное весь и лыжи и сноуборды таких крутых интересных брендов которые вы просто даже наверняка не не соберетесь купить без того чтобы сначала попробовать ну разве что кроме бертона да бертон наверно там супер известный бренд в общем всего вам хорошего приезжайте кататься пока